Тащили в бункер, несколько шалкеров пёрла в зиму. Блин, ну вы и пафоса, пафоса, подготовочка важна. Майни, вновь с вами. Всем привет, и сегодня с реакцией на видео с канала Альфёдов. Это Майнкрафт, да. Самый жестокий эксперимент в истории сервера Майншилд 2. Давайте же смотреть, будет интересно. Судная ночь. Чтоб за эксперимент. О, игрок ульмара. Это официальный, устроенный президентом ивент, который стирает абсолютно все рамки дозволенного. Здесь просто нет границ, в момент наступления судной ночи светлое небо поглощается во мрак. Теперь можно абсолютно всё. Есть лишь одно ограничение, каждому игроку выдается режим приключений, при котором ломать блоки нельзя. Можно лишь взаимодействовать с предметами, ну и конечно же убивать. Ну это самое забавное. Альцест анонсирует ивент и дает целую неделю на подготовку. На этом этапе задача каждого тщательно вооружиться, чтобы суметь себя защитить, а то и напасть. Подготовка дровосеков была безупречной. Джуст возвёл бункер с двухуровневой системой защиты. Подробнее о бункере, думаю, сможете узнать в его видео. Мы же закупили несколько сетов брони, чтобы в случае гибели быть конкурентно способными и отыграться. Берите, покупайте. О, нифига. Ты всем купил? Я тогда не буду покупать. Так, а мечи? Мечи надо купить, я думаю. Притащили в бункер несколько шалкеров пёрла. Блин, ну вы и пафоса, пафоса, подготовочка важна. Короче говоря, мы были непобедимы. Сэгби, альцест. У каждого своё как бы место. Сутки до судной ночи. Здесь хорошо бы защитить свои сундуки на базах и магазинах. Элементарно закрыть их блоками будет уже достаточно. Но только если не позволить подстроить незаметный секретный проход сзади, который позволит своровать самые ценные вещи. Что касается нас, за сутки до ивента мы строили эти самые секретные проходы к сундукам. В планах было своровать всю медь Неркина, которая была ему крайне дорога. Мы построили незаметный проход и сделали механизм, который отодвинул бы стенку позади сундуков. Блин, ну это круто. Поэтому мы были готовы вернуть медь, но с некоторыми условиями. Ну хотя, контроль дробусиков крутого. Для строительства тюрьмы. Ну хитрецы, ну это прикольно, они придумали. Поэтому идём к модичату и изначально хотели вытащить у него всех пчёл. Однако их уже там не было, потому по той же схеме, что и у Неркина делаем подход к сундукам с сотами. С приключенческим режимом проблемы возникнут даже с местом в инвентаре. Мы элементарно не сможем пользоваться шалкерами, поэтому Джуз делает несколько станций под шалкеры, по всему серверу, чтобы иметь как можно больше слотов под награбленное. Час до судной ночи. Замечаю огромную махину в воздухе, зубную непонятно для чего. А неужели это будет, которая будет взрывчаткой? Ставим скины, чтобы как-то отличить своих от чужих. Ибо абсолютно все тоже поменяли свои скины, чтобы быть более анонимными. Я переношу все свои вещи в центральную колонну своей новой базы. До сюда не добраться пешком, так как придётся преодолеть огромную пропасть. Закрываю сундуки и заливаю водой, чтобы при помощи хорусов сюда не забрались. Первый час ивента. Поначалу всё шло более-менее неплохо. Народ сразу пошёл воевать между собой. Попытавшись как-то этим воспользоваться, быстро бросили эту затею. У нас были другие планы. Надо ворваться. Начинаем шариться по магазинам. И в один момент Джуз с Альцестом заходят в портал и оказываются замурованы без шанса выбраться самостоятельно. Мы с Сегби идём их спасать через другой портал, но тоже оказываемся замурованы. На этом моменте мы думали, что ивент для нас закончен. Вот и поиграли. Единственное с помощью чего можно было выбраться, так это хорусами, которых ни у кого не оказалось в ход баре. Но Сегби предлагает убить меня и сразу становится ясно, как выкрутиться из этой ситуации. Меня убивают. Я спавнюсь у себя на базе и бегу за своими вещами на центральном портале. Чудом до того, как я прибежал, мои вещи никто не успел подобрать. Закидываю хорусы Сегби, благодаря чему он успешно выбирается. Таким же способом спасаем Джуз с Альцестом. Вот в чём прикол. О, всё, 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 всё нормально. Господи, Альфедович. Всё, блядь, я телепортнулся. Ух, ну это командная работа, Teamwork. Знаете, часто бывает такое, что ты где-то далеко от дома, а поиграть-то хочется. Как правило, приходится терпеть. Но если обновестись хорошим ноутбуком, то с этой темой моего больше час второй. Идём использовать свои заготовки. Приходим к Неркину и уже были готовы забрать всю его медь, которую он копит с самого старта сезона. Но оказывается, что меди в сундуках уже нет. Он её перенёс! Самый же нас кто-то опередил, неизвестно. Немного огорчившись и параллельно воюя, мы идём в торговый центр. Но по пути сталкиваемся с теми самыми механизмами. Что это за машины? Ранее мы заметили значительное падение фпс, которое происходило из-за этих самых машин. Сначала мы подумали, что это специальный лаг машины, чтобы привнести неудобство в центре мира и сделать здесь более-менее безопасную зону. Но потом оказалось, что эти механизмы были созданы, чтобы покрыть всё небо булыжником. Но что-то явно пошло не так. Это 15-й, у нас поломка, у нас поломка! Что касается ТЦ. Здесь мы находим огромное количество алмазов в чьей-то забытой бочке с хорусами. Далее перлами проникаем сквозь ограждение. Находим пару ништяков с чьим-то механизмом, которые подготовили не мы. Этот магазин был уже разграблен. Но из соседней лавки получилось вытащить тонны железа. У владельца магазина наверняка есть ферма, а нам это железо не навредит. В ТЦ было ещё кучу лутов, которые мы не стали его брать. Пробежав по спавну и собрав немного нужных ресурсов, пополнили шалкера и пошли к следующей цели. На очереди на дом... Надо было прятать все ресурсы. Эх. По пути к нему случайно находим рычаг. Сначала не понимаем, что он делает, но потом нападает моди. Как оказалось позже, этот рычаг ввел к люку с телепортом. И так уж вышло, что мы случайно телепортировали к себе модичата. Пройдя чуть дальше по этому тоннелю, обнаруживаем подкоп к сундуку Пугода, который, судя по всему, подготовил моди. Само собой берём халявные ресурсы. Это гениально, это вообще гениально у всех планы. Мы ничего ценного не находим. Пытаемся пройти в свою секретку, однако вместо этого из-за специфичных погодных условий отбиваемся от моди полчаса. Наконец находим удобный момент и получаем доступ к мёду. К нам в команду на время судной ночи попросился Алоин. Мы не стали ему отказывать, так как Сегби в этот момент нужно было отойти, и в случае чего нас бы всё равно осталось минимум четверо. По пути снова отбиваемся от моди чата. И снова заполняем шалкеры. Нормально. Нас помню тем временем было веселье. Просто стрельба, война. Блин, ну это прикольно, такое чисто пвп. Это же не просто пвп ивент, это ивент, в котором реально надо подготовиться к нему. По-другому никак. Но нам быстро надоело. Час третий. Вытаскиваем стак алмазов из казино Пугода в ответ на сломанные клумбы Эльцеста. Ищем незащищённые сундуки по серверу. Находили много всего, что можно было бы своровать, однако не хотели слишком сильно доставлять неудобства игрокам. Возвращаемся в бункер, чтобы сделать пересечку и пополнить ресурсы. Несколько часов до конца судной ночи. Мы вновь заходим на сервер и идём грабить фермы. В первую очередь направляемся к Заку. Уже на пути туда нас ждала ловушка. Пришлось обходить. Логично, что если защищена дорога, то защищённый портал в обычном мире. Добрались до фермы другим способом. Пришлось немного изворачиваться, чтобы полностью ограбить. Более того, другой портал на базе Зака оказался незащищён. Сквозь него мы проникаем к нему. А тут было невероятно много вещей. Тем не менее, основные ресурсы были защищены. Но к ним всё равно удалось пробраться. Вытаскивать ценности мы тоже не решились. Взяли только то, что нужно нам и ушли. Находим ещё пару вербов и выпустим из них всё. Когда вновь хотели выложить вещи, на нас упали. Причём настолько внезапно, что я 3 секунды стоял тупил и не понимал, что происходит. Но атаку мы удачно отбили. Снова пополняем ресурсы в бункере. И далее делаем дальнюю вылазку на инсургента. По пути встречаем проект Клайда. Где тоже находим некий лут. Правда, его даже забирать не хочется. Добраться до инсургента... Настолько Клайда жалко и настолько как бы не нужно. Бедный Клайд, его обидели вообще-то. Ну тут два стака железа. Азбак, когда это напали на меня, слышишь? За час до конца ивента нам докладывают, что Моди знает о месторасположении нашего бункера. Более того, он уже там побывал. И рассказывает о нём Заку, который перед этим потерял весь лут на Судные Ночи. Мы, естественно, хотим проверить, насколько много он там украл, но обнаруживаем, что проход в бункер закрыт. Вся соль в том, что если не закрыть вход изнутри, то упасть в дырку не получится. Моди, естественно, этого не сделал. На бумаге доступа к бункеру больше не было при всём желании. На практике мы решили оборонять его до конца. 20 минут до конца ивента. Пока Моди пытается нас отвлекать, к нему присоединяется жираф. Они периодически пытаются ворваться к нам, чтобы чего-то добиться. Зак сделал несколько попыток, чтобы проникнуть в бункер под невидимостью, но ничего не выходило. Мы забрали весь его шмот после неудачного падения. 10 минут до конца. Отлично проник. Почему-то всё затихло. При том, что у него был этот, как его... У него... Тотемы были бессмертия. Как он умер? На данный момент мы совершаем главную ошибку. Нас всё-таки смогли отвлечь, из-за чего мы немного отбежали. И тут мы понимаем, что, скорее всего, Зак с Моди очень близко к бункеру. При помощи хорусов они вдвоём попали в механизм. Мы падаем в эту же яму и таким же способом пытаемся телепортироваться к ним. Едим хорусы и нас, конечно же, вдвоём телепортируют не туда, куда нужно. В это время мы уже слышим звуки открытия сундуков. Обидно. За 3 минуты до конца они смогли найти ловейку и попасть в бункер. Это очень обидно. При помощи эндерпёрлов. Естественно, унесли всё, что смогли. Обидно, но участвуя в этом ивенте, мы понимали, на что шли. Подводя итог, можно сказать... Эх, а так всё хорошо начиналось. ...что это было весело. Мы много что украли и много что потеряли. 24-го числа должны были состояться третьи президентские выборы Майншилда. Всё было как всегда. Пара новых кандидатов, организованная сцена и общее собрание сервера. Не успели выборы начаться, как тут же происходит взрыв. Ого! Если вы активно следите за Майншилдом, это для вас не новость. Всё бы хорошо, всего несколько трупов, включая меня. Но одно остаётся неизвестным. Кто устроил взрыв? Это и породило такой скандал, которого Майншилд ещё не видел. Кто-то считал, что это Нео. Кто-то думает, что это Альцест. Некоторые утверждали, что это сделала Ники. После произошедшего, Альцест уговаривает всех перенести выборы на недельку, чтобы успеть за это время поймать Нео. Напомню умникам, которые пожелают возразить в комментариях... Да я говорю, там что-то вообще суперхитрое. Нео в розыске за диверсию Венди, которая, кстати, подробно описана в предпоследней серии. Не за подрыв выборов, you know? К этому можно ещё прибавить подрыв Алоина на Ауксуоне, вследствие чего он потерял более 20 стаков алмазов, а также последующая бомблёжка дома. Это всё показано в предыдущей серии. Он чисто негодяй получается, негодяй. Ещё он спавнил визора под спавном, короче говоря, основания есть. Уже через день Зак выкладывает расследование по этой ситуации. По его словам, во взрыве замешаны все трое. Прямых доказательств нет, однако большинство придерживалось этой теории до конца. Я же изначально топил за то, что виноват Нео. Проект тюрьмы был уже готов, но в отдельном мире. Нам надо было добыть ресурсы в кратчайшие сроки. На минуточку нужно было около 100 тысяч обсидиана. 100 тысяч обсидиана. Безумцы, безумцы. Беселуха, капец. С чернитом всё легче, но всё равно займёт много времени. Первый этап в строительстве тюрьмы – выбрать идеальное для неё место. Казалось, что идеальным вариантом может быть вот этот каменный остров вблизи спавна, занятый Сегби. Рядом. Это 72 часа. Я в игры столько не играю. Который точно добавит антуража. Но это противоречило нашему изначальному плану. Для реально неприступной тюрьмы требовалось найти подводный храм. Всё из-за маленьких рыбёшек, которые спавнятся на его территории. В случае, если даже преступник окажется за пределами основного каркаса, рыбы всего за два удара вернут его обратно. Но они даже не понадобятся, ибо сколько бы мы ни тестили, выбраться отсюда ванильным способом нельзя. Дровосеков много, потому мы организованно распределяем обязанности. Альцест искал подводный храм. Джаст построил механизм, благодаря которому накопал столько обсидия, насколько нам не снилось. Я с Сегби добывал остальные нужные ресурсы. У тебя за что там за механизм такой? Как только храм был найден, а все ресурсы добыт и незамедлительно принялись за строительство. Рядом с данжем построили платформу, где расположили вещи. Пока Джаст вытаскивал боссов в ад, я начал строить каркас. Первым делом строили внешнюю часть тюрьмы. Внешний слой состоял полностью из чернита. Естественно, был рельеф и комбинировались разные виды блока. Красиво выглядит. Внешний слой тюрьмы должен был быть устрашающим. Думаю, у нас это получилось. Это реально стрёмно. Вишенкой на торте стал топор на задней стенке тюрьмы. За внешним слоем целых 4 слоя обсидиана, между которыми будет чередоваться лава и вода. Всё во имя того, чтобы с помощью курсов сюда нельзя было телепортироваться. Только этот этап занял 10 часов. Первые 5 часов устроили все вместе, затем пошли спать. Альцест достраивал всё в одиночку. На следующий день с промаранчей плюс уже делал всю начинку. Так как из всех нас на высоком уровне в механизмах разбирается только он. Я же параллельно заполнял свободные слои внешнего каркаса. Всё перепроверил, закрыл и перешёл к нижней части. Здесь следовало снести весь храм, чтобы как можно больше рыб плавало в тех местах, где мы задумали. Всё бы ничего, но сносить приходилось под зельями невидимости, чтобы меня не трогали. Каждые полторы минуты приходилось всплывать, чтобы подышать. Ибо было лень идти варить зелья подводного дыхания. Время от времени приходил помогать Сегби. После устранения храма делаю продолжение стен, чтобы термонировать... Конечно, какая титаническая работа и труд. Но он очень тесный. Из-за этого очень тесно наблюдать за всем этим сервером. Это очень невероятно. Слоями обсидиана. Задача следующая. Для неприступной тюрьмы следует затащить сюда минимум 6 боссов. Альцест выдает нам кучу компасов с подводными храмами и ём искать. Нужно было подготовить дороги для транспортировки боссов из других данжей. День Икс. Этот день был самым ответственным. Ведь нам предстояло выполнить план по посадке Нео. Это тоже уже нашумевшая история, о которой все в курсе. Но на всякий случай... Час до поимки Нео. В спешке доделываем тюрьму. Остаются последние штрихи, вроде помещения гвардов в ячейке. Проводим финальные тесты на себе и все безупречно работает. Встречаемся с Никки, которая все это время находилась рядом с Нео, но на самом деле была в сговоре с Альцестом. Все это время она была готова сдать Нео в любой момент. Что ж, этот момент настал. Она показывает вам место, где висел перл Нео. Наш план заключался в том, чтобы зажать Нео на точке его спавна. Чтобы он понял безвыходность своего положения и добровольно сдался. В нашем случае нужно было телепортировать Нео после того, как Никки снесет кровати на его базе. Далее остается лишь встретить его в этой комнате. А один из нас будет ждать его на спавне. Так что он точно не сможет убежать. 10 минут до поимки Нео. Никки приходит к нему на базу. Мы в это время бежим в нычку с телепортом. Никки ведет диалог с Нео, во время которого ломает кровать. Докладывает нам. И мы нажимаем рычаг. Но дальше все идет по нашему плану. Не понял тебя сейчас. Алло! Алло! Нео больше не видит, что убегать и идет с нами в тюрьму. Собственно, как ты тебя ощущаешь? Добро пожаловать. Тут красиво, согласен? Ну что? Все? Допрыгались, молодой человек. Допрыгались. Давай, оформляй его джаз. За это на кого-нибудь находится кровать. Я хочу, чтобы ты на нее нажал. Стань на этот обсеянный блок за железом. Вставай, вставай. Обалдеть! Ты выпил это зелье? И сейчас прошел туловно скорость. Сколько тут проходов еще? А он поедет вниз или нет? Жесть! Тут реально тюрьма! С нее не сбежать! Добро пожаловать в лап. Он в ячейке? Должен быть. Казалось бы, хэппи-энд. Преступник в тюрьме, мы успели в срок. Через пару дней должны пройти нормальные выборы. Но на следующий день, Нео на раз-два выбирается при помощи команды Сид. Такого предусмотреть мы точно никак не могли, ибо особенности всех плагинов мы знать не можем. А без них выбраться невозможно. Обидно! Было обидно. Все бы ничего, но после очередной смерти Нео происходит еще один баг. Он появляется на спавне и благополучно убегает. В тестовом мире такого тоже не происходило. Ибо даже если человек возрождается в тайминг между перемещением блоков, то он появляется в предусмотренном для этого месте. Снова умирает и респавнится уже в ячейке. Но что есть, то есть. Альцесс снова переносит выбор на неделю путем объявления на камере Майншилда. А мы начинаем адаптировать тюрьму под реалии сервера. Параллельно ЗАГС случайно находит бирки в шалкере Нео. Это были те самые бирки, которыми был переименован Визор Призрыве. Что интересно, и не улыбка. О, Нео, шо я тебе хочу сказать? Поймаю тебя, как дешевку. Постепенно все становится на свои места. Большинство игроков все же начинают понимать, что выборы сорвал Нео. Самой последней каплей стало чистосердечное признание Нео на своем собственном канале, где он показал все свои проступки, включая взрыв на выборах. После этого за Нео начинается охота со стороны половины сервера. Но дальше, ночью после очередного рейда Нео, строим ловушки. Не буду, короче, маскировать. Еще раз. Это сюда. Это сюда. Все. О, прекрасно. Днем Нео вновь идет грабить, а заодно поджигает наш офис. Через пару минут пожар замечают. Горят магазины. Господи, орут. Горят. Что горит? Ё-моё. Тушите, блин. Тушите, ребята. О, ну это выхода, это ГГ. Это ГГ, чуваки. Как это потушить? Тушите. А, забей, чувак. Уе-е. Тушите, погрите. Горите, погрите. Обалдеть. Ну да, вообще без шансов. Какой он это? Ууу, блин. Тушите, сейчас весь. Он тагонистого сервера. Сам Нео настолько этому рад, что попадает в одну из ловушек. Да он здесь, он здесь, он здесь. Он здесь. Его убивают, но он спавнится в пещере и пытается убежать. Но сделать этого почти нереально. Вон он, вон, 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 вон. Приехали, блять, опять. О, ну сгорело оно хорошо. Ой, Нео, да как бы, как бы твой пи*** не сгорел, наверное. Почему? Спускайся, давай. Почему я не дома? Нео. Вы мою кровать нашли? Придется потом. У вас тоже дежавю, ребята? Мне не нравятся такие дежавю. Эндичка, ну хоть ты-то адекватный человек. Этот че... Наверное. Блять. Нео, женщин, детей, бобров. Но только не мои здания. Зачем ты их поджег? Это был офис дровосеков. В конечном итоге нам снова удалось его поймать. И заключить в обновленную, гораздо более защищенную тюрьму. Теперь здесь он может рыбачить, а затем передавать улов нам. Может встречаться с гостями и будет сидеть здесь столько, сколько мы захотим. Обалдеть. Дальше новые честные президентские выборы. Это очень круто. На самом деле, это видео гениальное. Я хочу сказать так. Есть продолжение про это, про тюрьму Нео? Что в итоге произошло потом? Так. Это было видео жестокий эксперимент. А вот мы подменили тюрьмную камеру. Ага, вот это надо будет посмотреть. Очень интересно. Короче, ребята, подписывайтесь на канал. Обязательно. Подписывайтесь, лайки ставьте, комментарии пишите. А я пошел. Всем удачки. Всем пока. Пау.